Здравствуйте! Вы смотрите дайджест новостей, произошедших в Оренбурге и области за прошедшую неделю. По данным, на 15 октября за сутки новой инфекцией заболели еще 167 оренбуржцев. Число заразившихся продолжает расти уже 9 дней подряд. Среди регионов России Оренбуржье заняло 17 место по количеству новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса, о чем заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Она также не прошла все клинические испытания. Новая вакцина под названием EpiVac Corona была создана Новосибирским центром Vector. По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, новое средство против коронавируса отличается по составу от представленной ранее вакцины Sputnik V. Она является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков, пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. Должна сказать, что вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. При этом Голикова сказала, что испытания прошли на 100 добровольцев и в скором времени будет произведено 60 тысяч вакцин. А тем временем в Оренбурге более 40 медиков привились российской вакциной Sputnik V, которая поступила в регион еще в сентябре. Также президент отметил, что на подходе третья вакцина. А пока вакцина обычно гражданам недоступна. Она опускается ограниченным тиражом для медиков и будущим для учителей. Поэтому гражданам приходится укреплять свой иммунитет самостоятельно. Мы спросили у Оренбургцев, как они пытаются не заболеть в период пандемии и ОРВИ. Ну профилактика это витамин С, побольше чая с лимоном, конечно. Ну оберегаться, стараться по крайней мере от контактов. В здоровом теле здоровый дух, спорт, все дела. Ну чеснок навряд ли поможет, лук тоже. Стопочка только если. Поменьше на улицу выходить. Полтора метра дистанции нужно соблюдать. Маску носить, перчатки в общественных местах, руки мыть почаще. Имбирь, наверное, чеснок. Это от простуды все. А именно от коронавируса я не могу ничего посоветовать. В непростой период граждане активно скупают нужные медикаменты в аптеках, из-за чего случаются перебои с их наличием. Так в аптеках Оренбурга кончились ртутные градусники и ледокаин. И подорожали некоторые противовирусные лекарства. Как пишет Оренград, ссылаясь на крупную сетевую компанию, завод-изготовитель ледокаина не успевает отрабатывать заказы. Горожане же предполагают, что дефицит лекарств создается искусственно, чтобы потом препараты появились на прилавках с более высокими ценниками. Но в аптеках элементарно сейчас не найти и ртутных градусников. Прозвонил все крупные сетевые аптеки. Не было нигде. В УЗУ написали, что с большим трудом, с огромным трудом нашли по 375 рублей. На востоке области их нет вообще. То есть, понимаете, что до всей этой истории было 50 рублей. Потом вот с середины сентября 150, да, сейчас 370. В Министерстве здравоохранения области заявили, что торговую деятельность частных аптек не контролируют и не следят за их поставками. Зато спрос регулирует областной аптечный склад. Повысились цены и на некоторые противовирусные лекарства. Препараты некоторые дорожали на 1-2%. Остальные препараты, ну то, что мы до этого имели, это те цены мы сейчас имеем. Фармацевты Оренбурга сообщают, что наценку на лекарства не увеличивали. Повышение стоимости препаратов почти на 100 рублей объясняют решением фармацевтических компаний. В понедельник губернатор внес изменения в антикоронавирусный указ. Наиболее обсуждаемым и даже критикуемым стало ограничение работы общепита. С 13 октября кафе и рестораны могут обслуживать клиентов только до 10 вечера. Указ губернатора не помешал некоторым заведениям устраивать вечеринки. После этого Денис Паслер ввел ограничения на работу кафе и ресторанов после 22.00. Триггером для этого решения стал слишком активный ночной отдых в ряде заведений выходные. Хотя работы ночных клубов и кальяных у нас по-прежнему под запретом, некоторые рестораны решили устроить дискотеку для посетителей. В нынешней эпидемиологической ситуации это недопустимо. Предприниматели считают такое решение неправильным, так как большинство заведений получают значительную прибыль в вечернее время. Почему нельзя сказать, ребята, через неделю мы закрываем на три недели. Нужно рассчитать людей, нам нужно для этого заработать денег, нам нужно закупы, остатки ликвидировать, потому что у меня пропало очень много остатков в тот карантин. С двух точек общепита пропало где-то на 270 тысяч рублей. Ночных это совсем, скажется, возможно даже чуть ли не на 8-90 процентов убытков. И никто это не компенсирует, никакой поддержки же не оказывает по поводу этих вопросов. Временное ограничение для кафе и ресторанов продлится до 19 октября. До 26 октября сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в частности банкетов, свадеб, похорон на объектах общепита. Также ограничена работа кальянных, ночных клубов и запрещена продажа алкоголя на разлив. Как заявил губернатор области, соблюдение антикоронавирусных мер будет проверяться надзорными органами. Чуть больше двух недель остается до срока окончания ремонта дорог в Оренбурге. Напомню, несмотря на отставание по графику, Владимир Ильиных заявил, что объекты сдадут к 1 ноября. На улице Аксакова начали укладывать верхний слой асфальта. Прямо сейчас работа кипит в две стороны. Улицы Маршала Жукова и проезда больничного. Напомню, улица Аксакова наряду с улицами Туркестанской, Правда и Комсомольской вызывала наибольшее опасение у горожан. Многие оренбуржцы считают, что ремонт не успеют завершить в срок. Несмотря на оставшиеся две недели до срока сдачи дорог, на улице Туркестанской работы ведутся вяло. Данную дорогу должны покрыть тремя слоями асфальта. На улице Туркестанской начинаем укладку от Степана Разина до Маршала Жукова. Начинаем укладку нижних выравнивающих слоев. Депутат Оренбургского горсовета Нурлан Мунжасаров считает, что проблемы с ремонтом дорог могут обернуться уголовным делом против одного из чиновников мэрии, так как, по его мнению, в администрации не контролировали подрядчика. Если бы здесь был подрядчик, который бы зашел действительно по конкурсу, я думаю, с него бы и спрос был другой. А здесь какие-то есть заинтересованные лица, и поэтому большого такого спроса здесь не видно. Недовольство у горожан также вызывало ремонт улицы Правда и Комсомольской, начиная с вырубки деревьев и заканчивая полуметровой разницей между тротуаром и дорогой. Жители одного из дворов по улице Пролетарской борются за право жить в чистоте. По их словам, мусор не вывозили целых два месяца. В компании природы о ситуации знают, но решать ее не собираются. По словам жильцов, ситуация обострилась в период пандемии. В жаркие летние месяцы многие просто не могли открыть окна. Вместо свежего воздуха в квартиры попадал едкий запах с контейнерной площадки. Ну просто считаю, что всем наплевать вот на это, на все. Уличная торговля, вот которая здесь постоянно, то есть они тоже несут сюда весь свой мусор. Мусор не вывозится неделями, вот даже вот эта вот куча последняя, то есть она уже дней пять как не вывозится. К депутатам обращаемся, это не наше дело, это природа. Вот и пусть природа спрашивают. Да, они сваливают, вот звонишь ТСЖ, это природа мусор вывозит, а ТСЖ это вот их баки. А почему когда вы сломали, почему заявку не дали, это не наше дело. Пусть они их обслуживают, вот они за ними пусть и смотрят. На контейнерной площадке полностью вышли из строя два из двух контейнеров заглубленного типа по причине разрыва мешков и обрыва шнуров фиксации мешка. Вследствие чего вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров, вышедших из строя, невозможен. Ремонт контейнеров должен производить собственник площадки, администрация города Оренбурга. Как пояснили в компании природа, уведомления о состоянии контейнеров они направили в мэрию, региональное министерство природы и госжил инспекцию еще 2 сентября. Спустя полтора месяца проблема не решена. В ЖКХ Оренбурга нам сообщили, что знают о вышедших из строя баках и, цитирую, изыскивают возможности их замены. В ведомстве добавили, что надеются закрыть вопрос в течение 7 дней. Собственник участка с небольшой торговой точкой возле Дома Советов продает землю под шестиэтажную застройку. Сразу ряд СМИ сообщили, что на этом месте планируют возвести гостиницу. Однако в департаменте градостроительства города пояснили, что проект не был согласован. Общая площадь здания 900 квадратных метров. На первом и цокольном этажах, согласно плану, разместятся торговые точки, банки или общепит. Четыре верхних уровня он планирует под гостиницу на 17 номеров. Сумма инвестиций – 12 миллионов рублей. Однако в мэрии отметили, что планы собственника самовольны. Участок в собственности. О согласовании подобного проекта сведений в департаменте градостроительства и земельного отношения отсутствуют. На градостроительном совете этот вопрос не рассматривался. Участок находится в восьми защитных зонах объектов культурного наследия, в которых строительство в настоящее время запрещено. Как нам пояснил собственник в телефонном разговоре, проект застройки им согласовал Сергей Бринев, бывший начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации. Чиновник был отстранен от должности два года назад. Своё желание найти инвестора собственник объяснил семейными обстоятельствами.